Про пользу ионов серебра известно давно. В наше время многие люди добавляют в питьевую воду серебряные монеты, благодаря которым происходит ее дезинфекция, что несомненно является плюсом. Но не стоит забывать про то, что в современном мире питьевую воду дезинфицируют и другими способами. Если говорить сейчас, то обрабатывать серебром, по большому счету, воду из системы центрального водоснабжения особо нет, потому что ионы серебра, конечно, обладают небольшими средствами, небольшими свойствами дезинфекционными. Но вода, которая поступает из центрального системы водоснабжения, она очищается и без этого, хлорируется, то есть разного рода болезнетворные бактерии и прочие из них ударяются. Но не говоря уже про то, что, в общем-то, сырую воду мы не пьем, мы ее обычно кипятим. Стоит также отметить отрицательные качества серебряной воды. Чрезмерное употребление такой жидкости может негативно сказываться на здоровье человека. Прежде всего это касается печени и почек. При этом серебра все же относится к тяжелым металлам и большие количества серебра, ну, как любого другого тяжелого металла при приеме внутрь, они будут поражать фильтрующие органы, печень. Есть даже такая профессиональная болезнь ардиерия, которая связывалась с избыточным поступлением в организм большого количества ионов серебра. В современном обществе питьевая вода проходит несколько этапов дезинфицирования. Даже путем кипячения ее можно очистить. По словам эксперта, смысла в приеме серебряной воды нет. Адель Вафин, Универ Ньюс.